Актуальность сегодня Актуальность сегодня Дело в том, что парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября, там сейчас началась осенняя сессия, будет обсуждать некую гуманитарную ситуацию в Азербайджанском Карабахе. Мы понимаем, что это связано с теми событиями, которые произошли в сентябре 2023 года в Карабахе. Мы понимаем контекст какой будет, как они собираются это дело обсуждать. И в этой связи мы, конечно же, не забываем, что сравнительно недавно Европарламент принял резолюцию. Здесь тоже, скорее всего, попытаются как-то это дело оформить. А получится, не получится, время покажет. Всю неделю мы будем наблюдать. Но у Европарламента была резолюция. И в этой связи, знаете, как, хочешь не хочешь, возникает такой вопрос. Вот они говорят гуманитарной составляющей. Европейцы сейчас все говорят о гуманитарности, когда говорят об этом вопросе. А почему Европа, которая, к примеру, молчала в 90-х, когда гуманитарная ситуация реально была сложной для азербайджанского народа, они вот как бы молчали, а сейчас активизировались. Как вы себе эту картину объясняете? Насколько верно приписывать все происходящее с этими парламентами к Европе? Это Европа делает? Европа, мы находимся географически в Европе. Мы как страна входим во многие европейские организации. Но то, что сейчас происходит в европейских структурах, хоть и резолюция Европарламента носит рекомендательный характер, тем не менее за нее проголосовало огромное количество. Членов Европарламента. И удивляет действительно то, что гуманитарная реакция на гуманитарную ситуацию, она не может быть избирательной вообще, как бы в мире. Не должна быть. То есть, то, что происходило, вы сказали про 90-е годы, не то, что молчали структуры все западные, я имею ввиду парламенты и конгрессы и так далее. Тем не менее, значит, также, насколько я знаю, в то время я работал в Вашингтоне, была дана команда МИДИ молчать, не показывать вот этот весь поток беженцев. Азербайджанцев. В западном СМИ вы имеете? Да, 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 да. Не показывать. Я конкретно знаю, что тот период времени были даны инструкции определенные, как говорится, из, ну скажем, все МИДИ мира сотрудничают с разными правительствами. Да, они как бы друг друга как, никак поддерживают. Пусть даже эти, скажем, правительства не контролируют эти МИДИ, но, безусловно, есть определенные взаимоотношения. И вот такой кивок в плане того, чтобы, так сказать, особо не показывать вот этот исход азербайджанцев, а это примерно за короткий период времени было больше 800 тысяч людей. И гуманитарная катастрофа была, мало того, что не было, как быть, реакции со стороны парламентов европейских и североамериканских стран, но, тем не менее, еще наказ был МИДИ сидеть, тихо молчать. Я помню, когда я тогда в Вашингтоне находился, также разорвалась вот такая гуманитарная трагедия в Руанде. И вот на Руанду был дан такой фас, мол, типа, так сказать, там, показывать, мол, типа, вот эту весь катастрофу гуманитарную Руанде. Я думаю, что во время даже той войны, которая была в 20-м году, когда нас обстреливали ракетами Гянджу и Барду, и сейчас сегодня, по-моему, даже три года с того дня, как бомбили ракетами Барду, вот, опять молчок, опять ничего нету, так сказать. И я думаю, что это, наверное, связано больше всего с тем, что, с одной стороны, да, есть армянское лобби, армянская диаспора, которая чувствительно очень, когда их критикуют, когда они убивают азербайджанцев, мародерствуют, насилуют и устраивают такие события, которые, мы знаем, происходили в Ходжалы и в других, скажем, территориях, где проживали азербайджане, и в Армении. Ну, хорошо, когда это происходило еще в Армении, был Советский Союз, говорили, это информационная блокада и так далее. А то, что происходило уже то, что в 92-м, 93-х годах, так сказать, это уже была независимая Армения, делала это против, как бы, народа, населения независимого Азербайджана, и опять никакой реакции не было. Я думаю, что, с одной стороны, да, роль армянской диаспоры и лобби, конечно, играет, как бы, определенную роль, но здесь есть что-то еще, наверное, больше, и не очень-то хотелось бы, вот, уходить, как бы, вот в эту сторону, но когда-то я разговаривал с известным турецким парламентарием, который представлял, где-то в начале 90-х годах представлял Турцию в Совете Европы, и он был, входил в партию Азала, был очень, бульант, окорчалый, очень известный, и интеллектуал, и политик, и дипломат, и так далее. И когда мы обсуждали вот эти все вопросы несправедливости, которые существуют в отношении Азербайджана, то есть наши гуманитарные катастрофы, на них закрываются глаза, а у них, как чушь-то, так сразу поднимается война весь свет, он сказал, что мы, как турцы, через это все уже многие годы, как бы, прошли, и то, что, как он сказал, Запад необъективен во всех вопросах, связанных, так сказать, с Турцией, мне кажется, это и в какой-то момент и проецируется сейчас вот эта несправедливость на Азербайджан. И он сказал, что они всегда будут эмоционально поддерживать их, а мы всегда эмоционально будем поддерживать вас. И это надо прекрасно вам понимать. Ваша мысль понятна. Тур Мелем, вот опять же, ПАСЭ собирается это дело обсуждать, да, правда, непонятно, что, какие факторы они намерены там обсуждать, да. До этого была резолюция Европарламента. Вот почему они сейчас активизируют? Как вы себе это объясняли? Потому что в Азербайджане мы все задаемся этим вопросом, а где эти люди были в начале 90-х, когда наш народ столкнулся с той катастрофой, да, где они были? Почему они сейчас активизировались? И опять же, трактовка в том, что из Баку, когда смотришь, ну вот эти европейцы, они все, вот они вот так к нам относятся. Правильно ли такая постановка вопроса? Ну, спасибо большое. Я думаю, что эта постановка такого вопроса не совсем правильно. Почему? Потому что не все государства Европейского Союза к нам так относятся. В частности, Венгрию нельзя забывать. И есть, конечно, другие и отдельные лица, и отдельные, ну, как скажем, государственные деятели, политики и так далее. Но в целом, если смотреть, тут сравнить надо с Турцией тоже. К сожалению, видите, более определенное время Турцию, более даже полувека, так сказать, Турция не принимает члена ЕС. Хотя в 2007 году Турция полностью выполнила все те условия, которые ставили перед ней. Здесь, скорее всего, всегда поднимался вопрос. Вообще, Европейский Союз – это клуб христианских государств или нет? Ну, если обратить на флаг, там, на количество звезд, которые сравнивают с апостолами, цвет флага – это покрытие Хазрета Мариема, вот так скажем, то это видно, что некоторые думают, что все-таки Евросоюз – это христианский клуб, и так рассматривают. Я думаю, с этой точки зрения надо немножко уточнить. То есть, там есть определенные политические силы и государства, которые заинтересованы как раз именно в противостоянии христианства и мусульманства. Другой вопрос – это региональные интересы определенных государств, в частности, тех сильных государств, которые находятся в составе ЕС. То есть, это, в частности, Франция и Германия, которые заинтересованы в нашем регионе и не всегда справедливо, объективно освещают те процессы, которые происходят на самом деле. А вообще-то, если в целом взять, конечно, Азербайджан – это часть Европы, Турция – тоже часть Европы, но наши вопросы, то есть территориальные вопросы и так далее, никакого отношения непосредственного к Европейскому Союзу не имеет. А, скорее всего, имеет непосредственное отношение к объединенным нациям, а по условию объединенных наций Азербайджан действует на уровне международных норм, международного права. И представители как раз ООН рассматривали весь процесс и не обнаружили никакого-либо нарушения. Это раз. Во-вторых, Азербайджан предлагает армянским гражданам, этническим армянам, гражданам Азербайджана, оставаться на территории Азербайджана. Если они так массово покидают наше государство, значит, они себя чувствуют чем-то виновным. Никто их не выгоняет и так далее. Если представьте, Азербайджан начал закрывать дверь, не давать им возможность выехать. Здесь вообще пошел другой разговор, типа Азербайджан опять дискриминирует армян, не дает возможность им свободно выражать свои и так далее и так подобное. Двери Азербайджана открыты для всех, кто является нашими друзьями и теми, кто нас не любит, которые могут уехать. Ведь нашу страну покидает не только, я бы не сказал покидать, а уезжает из нашей страны не только этническая армяня, а Азербайджан тоже уезжает куда-то, Европа и так далее и так подобное. Так что это сравнение совсем правильно для точки зрения Европейского Союза. Я полностью согласен с моим коллегой, который говорил, что когда была 44-дневная война, когда армянская сторона из Армении бомбила ракетами, совсем мирные города, которые никакого отношения к региону, где происходили военные операции, Европа молчала. Даже я помню, что популярное информационное агентство Reuters использует фотографии азербайджанского населения и говорил о том, что это якобы азербайджанцы уничтожают армянское население в Армении и так далее. Так что это все понятно, это двойные стандарты мы видели и это всегда существует. Но мне, я тоже когда в твоих социальных сетях, в фейсбуке показал увеличение Европейского парламента, который недавно принял определенную резолюцию, какого никакого эффекта не имеет, никакого влияния на Азербайджан. Не имеет речи, говорил о каких-то санкциях против Азербайджана, на самом деле никакие политические силы или государства Европы против Азербайджана не будут направлять какие-то санкции. И наоборот, Евросоюз с Азербайджаном подписал договор о стратегическом партнерстве, энергетическое отношение у нас увеличится до 2027 года достаточно. Европейский союз нуждается в Азербайджане и тем более, самое главное здесь, те процессы, я всегда говорил, писал и повторяю об этом, для нас, как специалистов, самое главное, процессы, которые происходят в нашем регионе и которые Азербайджан принимает определенные решения, насколько они носят, так скажем, имеют или относятся к международному праву, насколько они исходят из этого. Я думаю, что в этом смысле Азербайджан полностью исходит из международных норм, во-первых, сохраняет свою территорию, в которой имеются четыре основные закона или резолюции объединенных наций, я хочу напомнить это о территориальной целостности Азербайджана, потом Карабах, опять же, по международным нормам является территорией Азербайджана и здесь самое главное, руководство Армении и премьер-министр Никол Пашинян в самом последнем моменте тоже утвердил, что Карабах это Азербайджан и азербайджанцы не трогают армянское население и так далее и так подобное. Я думаю, что здесь открыто мы видим двуличие, к сожалению, некоторых европейских политиков и некоторых европейских государств, которые заинтересованы имперскими замашками нашим регионам. Понятно. Анар, если позволите, я еще один вопрос хочу вам задать с учетом того, что вы непосредственно из России подключаетесь к нашему эфиру. Дело в том, что наверняка вы видели интервью заместителя главы МИД Российской Федерации, господина Галузина, который, ну это довольно большое интервью касающееся нашего региона, если эфирное время позволит, мы еще вернемся к нему. Но он там сказал, что буквально сегодня Москва прорабатывает организацию трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России в Бишкеке, там в рамках СНГ, СМИД СНГ состоится. И вот буквально пару часов назад стало известно, что Аррат Мирзайн, глава МИД Армении, не едет в Бишкек. Он посылает туда своего заместителя. Анар, помимо того первого вопроса, я хотел бы узнать и ваше мнение. Вы полагаете, это некий Димарш? Ереван пытается таким образом вообще торпедировать любые инициативы Москвы, потому что в России очень надеялись, что в этот чувствительный момент они могут сыграть какую-то роль, а он решил просто проигнорировать и не поехать. Анар? Между Арменией и Россией мы наблюдаем беспрецедентные, значит, беспрецедентные проблемы. То есть никогда между Россией и Арменией не были отношения именно в негативном ключе вот на таком уровне. Понятное дело, что сарксианское правительство обсуждало с Россией очень серьезные вопросы, но за кулисами. Но современное армянское правительство это в основном товарищи из НКО, из журналистики. Они привыкли все вопросы обсуждать на публичном поле. И поэтому армяно-российские отношения вышли на совсем другой уровень в плане кризиса. Я считаю, что это демарш. До этого это все последовательно. Вы знаете, что для Азербайджана не важно, где будет встреча между Арменией и Азербайджаном, в Вашингтоне или в Москве. Для нас это не принципиально. Но для Армении это тоже принципиально. Вот последнее заявление МИДа Армении говорит о том, что они заинтересованы выстраиванием отношений с Азербайджаном не в российских платформах. Понятное дело, что все-таки у России и у Армении еще союзнические отношения не исчерпаны. В конце концов, там есть 102-я база и до 2044 года еще не пройдена красная черта. Однако все идет, я думаю, к этому. Все-таки Пашиньян является неординарным политиком в своих поступках, в своих заявлениях. Я бы сказал так, немудрым политиком. И так что я думаю, что все-таки дело не дойдет до требования выхода российской армии из Армении. Но пока Армения показывает как бы свою обиду на фоне последних событий на территории Азербайджана. Я считаю, что это демарш. Но дело в том, что в Армении, наверное, дают себе отчет о том, что в России 3 миллиона армян. Вся армянская экономика, она целиком связана с Россией. Вся цветная металлургия Армении, она ввозится в Россию, здесь реализуется. Между прочим, армия Республики Армения, она состоит в основном из вооружения российского. То есть за быстрые сроки они не смогут поменять свой ВПК. В этом смысле я бы не сказал, что союзнические отношения исчерпаны. Но поведение возмутительно. И, между прочим, подобное поведение находит своего ответа адекватного. Уже есть запрет на какие-то продукции, определенные продукции Армении. Вслед за этим могут быть отменены авиарейсы. Могут быть, могут быть. Вы знаете, сегодняшние отношения между Арменией и Россией мне напоминают отношения власти Ющенко и Москвой. Власти Тимошенко и Ющенко. То есть газовые войны. Кстати, впереди зима. Вы знаете, что Армения получает газ от России по льготу. Так что это тоже является рычагом. Посмотрим, сколько этот демашь будет продолжаться. Все таки в Армении такие большие рычаги, чтобы, так скажем, задеть сильно Россию. Но подобная, значит, эмоциональная политика наблюдается. Посмотрим, сколько это будет продолжаться. Ясно. Чаком, во-первых, если у вас есть что по этому поводу сказать, я бы хотел узнать и ваше мнение. Есть еще один такой момент. Мы все наблюдали вот этот общий европейский саммит в Гранаде, куда азербайджанская сторона не поехала. Мы это обсуждали в эфире. Но дело в том, что там уже после, постфактум, президента Совета Европейского Союза, Шарль Мишель, у него состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана. И президент Азербайджана обратил внимание на то, что Франция, ну, как бы сейчас уже говорит о поставках некого вооружения. Они там называют это военной техникой. Какие-то странные формулировки используют. Если ты поставляешь оружие, скажешь, что оружие. Да. И президент дал понять, что если будет новое противостояние в регионе, то вина будет на Франции. И мне хотелось бы, помимо вот того момента, который связан с Россией, узнать ваше мнение. Вот это официальный Баку эту мысль озвучивает в разговоре с Шарлем Мишелем. Чтобы что? Чтобы все-таки, в данном случае Шарль Мишель очень часто говорят, что он некий протеже Макрона. Чтобы все-таки там поговорили между собой, там попытались достучаться до французской стороны. Или же есть какие-то другие моменты? Пожалуйста. Ну, я буквально такой короткий комментарий хочу сделать по выступлению уважаемого коллеги из России. Он, в общем-то, в основном, во всем прав. В том плане, что Армения очень сильно завязана на различные российские структуры. И печать, когда въезжаешь в Армению, ставит тоже российский пограничник, так сказать, не пограничник Армении. И все эти перечисленные факторы и военного, и экономического зависимости от России, оно существует. Но, мне кажется, что происходит сейчас между Арменией и Россией, вот этот брак, он пока еще не разрушен, он существует. Но измена уже началась. То есть, одна из супружеских пар начала уже изменять. Приведет ли это к разводу или нет, это покажет, конечно же, время. И вопрос заключается в том, что Пашинян явно эту, как говорится, политику измены осуществляет. Но останется ли он у власти, придут ли другие, опять вернутся, так сказать, клонов семьи. И это все мы еще, как говорится, должны анализировать, смотреть и понимать. Что касается Шарль Мишеля, надо сказать, что Шарль Мишель, он все же, как французский дипломат, но, правда, глава Европейского Совета, он как-то все же себя всегда вел в переговорах достаточно беспристрастно. Во всяком случае, старался до некоторого времени. Ну, негатива в его адрес я мало слышал, из региона, скажем. Да, то есть, в данном случае, может быть, он, его, как говорится, скажем, паства, да, скажем, это те, не те люди, которые ему дают деньги, чтобы он переизбирался. Что касается Макрона, то явно, что он запутался, видимо, так сказать, в сетях армянской диаспоры, которые осуществляет и подношение, скажем, избирательный фонд его партии, его президентской кампании и также, видимо, и голосует. Так оно и формируется, да, то есть, он как политик, президент Франции во многом зависим от этого. Хотя, предыдущие французские президенты, опять-таки, всегда взвели очень взвешенную политику, да. Старались, скажем, этот вообще не старались. Да, то есть, он, как бы, может быть, совершенно перешел вот эту грань. Но здесь есть еще такой момент. Идет передел мира, да, это происходит и на Кавказе, и выйдем на Ближнем Востоке. И в этом смысле, я думаю, что Франция, она в какой-то мере, скажем, в рамках НАТО или в рамках, скажем, западного альянса выступает или хочет себе показать, что она может быть спонсором Армении. Если Запад коллективный тянет Армению из-под России, которая сама сейчас в какой-то мере ослабла в военно-политическом плане, хотя нельзя полностью списывать все возможности и рычаги, которые имеет Россия, особенно, как бы, в Армении, да. Но попытки того, чтобы использовать вот этот интерес Пашиняна к тому, что будущее Армении, оно все же на Западе, и вот Россия сегодня уже Армении больше ничего дать не может. И понятно, что различные европейские и политики, и американские, конечно, рисуют более радушную картину регионального сотрудничества для Армении с Грузией, с Азербайджаном, с Турцией, и, возможно, интеграции евроатлантической структуры. Тем более, учитывая, что как-то один из лидеров армянской лоббистской организации, Диаспора, он сказал, что вот как бы было бы здорово, если бы мы в Конгрессе США поддерживали бы сотрудничество Азербайджана, Армении и Грузии, и, говорит, это было бы еще сильнее, да, как бы этот проект осуществился бы, но мы, говорит, все время привыкли к деструктивной деятельности против Турции, потом против Азербайджана. В этом мы хороши, говорит, а если бы все было бы наоборот, и вот сейчас, может быть, у Армении такой шанс открывается, когда и армянская диаспора, и Армения могут посмотреть немного на все по-другому. Но не надо забывать еще о том, что существуют радикальные армянские организации и внутри Армении, я имею в виду это Дашнак Цютюн, я имею в виду это Карабахский клан, не надо забывать о том, что эти же радикальные эмоции, они существуют и в армянской диаспоре. Дашнак Цютюн также присутствуют во всех диаспорских организациях, а у них, как говорится, основной, как бы, цель является это создание вот этой мифической Великой Армении, и для этого они готовы использовать любые страны, и Россию, и Иран, и еще кого-то, там, и Францию. Поэтому, так сказать, вот, как говорил известный и в Азербайджане, и вообще, и, как бы, так сказать, в этих вопросах аналитик, политолог Жерар Либардзян, который был советником по национальной безопасности у президента Т. Петросяна. Мы с ним встречались и в Копенгагене в 92-м году на первой встрече парламентариев и членов президентского правления Армении, Азербайджана, Грузии. И после, ну, он все время говорил о том, что надо, так сказать, все же этот вопрос как-то решить, и должно быть сотрудничество, я помню, мы даже обсуждали тогда в 92-м. Но после войны 44-дневной он выступал в онлайн-режиме, так как была пандемия, и очень было много представителей, естественно, армянской диаспоры, и ему задали вопрос, останутся ли армяне в Карабахе. На этот вопрос он сказал, но, нет, не останутся, однозначно не останутся. Да, было. Не стояны на конфронтацию, войну с Азербайджаном, возможно, с Турцией, и вот этот весь пыл, который существует. Поэтому я думаю, что вот эти все вопросы связаны с тем, что сейчас Шарль Мишель, или Макрон, или в вашингтонский формат, или российский формат. Весь вопрос заключает в том, что армянская политическая элита должна быть готова подписать мирный договор. Этот мирный договор на протяжении трех лет, опять-таки, они торпедировали, и Азербайджан совершенно правильно поступил в том, что осуществил то, что было подписано в ноябре 2020 года, разоружение на территории Азербайджана нелегальных военных структур. И здесь, я думаю, европейцы, Азербайджан осуществил то, что было подписано и Армении, то, что является и в рамках ООН, и в рамках ОБСЕ, даже если мы говорим, что это вопрос только ООН, этот вопрос и ОБСЕ, территориальный целостный государств. По всем хейсинским договоренностям страны не могут нападать на другие страны, захватывать их территории, оставлять там свои вооруженные силы. Поэтому в данном случае все упирается, мне кажется, успех вот этого регионального сотрудничества, он весь упирается в то, что является ли сейчас Пашинян его группа партией мира, пока он демонстрировать некоторые элементы этого, да, и сможет ли, будет ли армянский народ его поддерживать на следующих выборах эту линию на мир. Ну, время покажет. Тормам, я хотел бы и ваше мнение по этому поводу узнать. Дело в том, что, опять же, официальный Баку указывает на деструктивную роль Франции, которая раньше, ну, какие-то они резолюции у себя в парламентах принимали, сейчас они хотят пичкать Армению оружием. Оружие, ну, давайте вокруг да около не ходить. Это французское оружие при сегодняшнем настрое Армении может убить наших военнослужащих. И это абсолютно неприемлемо. Это абсолютно неприемлемо. Я хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу. И есть еще такой момент. Там заявление приняли по итогам Европейского политического сообщества. В рамках Европейского политического сообщества состоялась встреча в рамках четырех, да, там Шарль Мишель, канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Армении. Они приняли заявление. Так вот, к этому заявлению, ну, в Баку сказали, что там вписали имя, название Азербайджана в это заявление. Без нашего присутствия это как бы неуместно. Это один. Второй момент. В самой Армении кто-то оценивает позитивно это, как победу. Это, ну, это в основном сторонники Пашиняна. Его противники говорят, наоборот, о проигрыше. Я бы хотел бы ваше мнение узнать, потому что наши региональные вопросы, так получилось, обсуждали страны, которые вообще без Азербайджана, без Турции, которые вообще к региону не имеют никакого отношения, ну, за исключением самой Армении. Тору Малим. Спасибо большое еще раз за это. Я хочу отметить, что, конечно, многие региональные структуры хотят так или иначе участвовать в определенных вопросах. Но здесь конкретно надо сказать один момент. Во-первых, отношения между Азербайджаном и Армением решает только мы, два государства. Конечно, здесь самое главное, как будет, ну, если так можно выразиться, как себя поведут оба государства. Азербайджан протягивает всегда свою руку на мир, на согласие. Армянская сторона пока, как всегда, даже я иногда сравниваю последний период Османской империи, когда Миллята Саадыга, доверенная нация, вдруг стала самой продажной и продалась всем, кто смогла их использовать. В кавычках, да, я имею в виду политиков, а не народ армян. Которые воспользовали, повели трагедию свой народ, которые до сих пор, опять же, то же самое и делают. И я говорил у вас тоже в эфире, что создание армянского государства было согласие тюркских народов, то есть Османской империи, Азербайджана. И, естественно, существование этого государства, этой республики в нашем регионе, опять же, зависит от нашего отношения. Во-первых, почему? Потому что именно Азербайджан и Турция могут создать определенные условия для развития армянского народа в нашем регионе. В основном, видим, что армянская политика занимается теми вопросами, которые вот именно страны, которые никакого отношения к нашему региону не имеют и будут как бы поддерживать и так далее и тому подобное Армению. Во-первых, давайте вспомним, Армения является союзником России, как бы Пашинян этого не хотел, или хотел, или показал себе про европейским и так далее и так далее. Армения по международным соглашениям, договоренностям является членом евразийской организации, так, союза. Кроме того, Армения является членом ОДКБ, кроме того, на территории Армении находится 102-я военная база российской армии. И здесь еще хочу напомнить, что в 2017 году Армения и Россия создали совместную армию, штаб, который находится в Ереване. А в экономическом смысле, опять же, за полную зависимость от России, железнодорожная система, газовая система и так далее и тому подобное. Естественно, и экспорт армянской в основном в Россию. Ну, каким образом Армения будет выживать в этих условиях, если не подпишет мирный договор с Азербайджаном, с Турцией и еще будет противостоять со своим союзником, с Россией. И противостоять этому будет сотрудничать с Афранцией, которая не имеет никакого, так скажем, отношения к нашему региону и каким образом будут поставляться эти вооружения на территории Армении. Тем более, если учесть, что Грузия тоже является союзницей Азербайджана и Турции. Так, и буквально вчера президент Азербайджана посетил эту страну и были определенные договоренности, опять же, коммуникационных вопросов, энергетических и экономических вопросов для двухстороннего развития, когда обе стороны говорили о стратегическом союзничестве. И я хочу напомнить, что Турция, Азербайджан и Грузия не только проводят экономические вопросы, но и естественно, и определенные мероприятия по безопасности тоже, в военно-технологических областях тоже. И это нас связывает. Ну, как, каким образом? Напомню, в 44-й войне, когда пытались доставить определенные военные грузы на территорию Армении через Грузию не получилось. Через Турцию это подставлять тоже невозможно. Через Иран, Францию, каким образом и как это сделать, это тоже непонятно. Так что, да, эти разговоры есть, говорят и так далее, но насколько они реальны, сказать, я иллюзиями не занимаюсь, я как специалист могу сказать, что когда ты что-то говоришь, например, у французов, у Турции есть такой поговорка, когда что-то не понимаешь, говорят, что Францис Галден, то есть я не понял это, да, в стороне остался. Так что, я это часто люблю говорить, что французы на самом деле на своих политических, в частности, высказывания Макрона, говорят о том, что Франция, Францис Галден некоторым политическим вопросом в нашем регионе. То есть, они на самом деле серьезно не понимают, что происходит в регионе. Так или иначе противостоят, например, каким образом они будут это делать и поставлять, да. И поэтому, я думаю, что прав президента Азербайджана, когда предупреждают, если какие-то группировки в Армении, вооруженные группировки под влиянием таких сюрпризных заявлений французской стороны начнут опять какие-то вылазки военные, да, я же не говорю армянской армии, которая вообще дееспособна в этом смысле, то это, конечно, будет по вине Франции. Почему? Потому что они натравляют армянских политиков в этом смысле. Я думаю, что в этом смысле, как раз вот когда армянская сторона не всегда хочет или не пытается в данный момент подписать мирный договор с Азербайджаном, естественно, в дальнейшем с Турцией, вот как раз мы видим, что это говорит о том, что Армения это не серьезное государство, это, скорее всего, даже государством очень сложно назвать, нити, которые находятся в различных руках различных государств или политических сил. Понятно. Я единственную оговорку сделаю, что в СМИ была информация, что французы попытаются это оружие пронести через Иран, что взамен Иран захочет за это, это время покажет. Но, Анар, я хотел бы вернуться вот к тому самому интервью с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина. Дело в том, что ему задавали вопрос по поводу реализации Зангизурского транспортного коридора. Он что сказал? Он сказал, что данный проект будет способствовать экономическому развитию всех стран региона, потому что Армения в этом случае получит стать транспортно-логистическим хабом, укрепит и расширит свои транспортные связи, как с Азербайджаном, Турцией и Российской Федерацией. Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями своей страны. Имеется в виду материковый, как принято говорить, Азербайджан, и Нахчеван. И общая стабилизация ситуации в регионе послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее. Ну и вот как бы мы читаем эти слова, точнее, мы видим положительный настрой Российской Федерации, которая всю философию этого Зангизурского транспортного коридора видит исключительно положительно. Но почему тогда Москве не удается разъяснить все это своему союзнику Еревану? Анар, как выглядит ситуация оттуда, из России? Вы знаете, не всегда. Вот у нас такое представление, что Москва нажимает на кнопку и в Армении принимают решение. Иногда так и складывается ощущение. Ну, вы знаете, меняются условия и, конечно же, это влияет на отношения. Сегодня Армения читает Россию, обвиняет Россию в своей фиаско, в крахе. Поэтому сейчас не так, как это было лет 10 назад, когда во власти был Саргизиан и Кочарьян, арабахский клан. Вы знаете, в 21 веке главным ресурсом являются даже не природные ресурсы, главным богатством являются не природные ресурсы, а коммуникации. Россия очень сильно нуждается в коммуникации. И с нулевых годов моноцентрическая власть в России, она повернулась на восток и на юг. Особенно после Мюнхенской речи. Сегодня Россия очень хочет выстраивать отношения с югом и востоком, потому что лучше быть великим на востоке, чем быть, ну, вы знаете, в Европе другие, по другим ценностям страну называют великим, значит, по состоянию населения, по развитию. Россия не хочет быть рядовой в европейском континенте, лучше быть великим на востоке, развивающим востоке. В этом смысле Россия нуждается в коммуникации. А коммуникация сегодня, это только через территорию Азербайджана, и через Меглинскую дорогу, или Зенгизурскую дорогу, или Зенгизурский коридор. Я не знаю, как закончатся эти переговоры. Все-таки я считаю, что тема коридора, это была максимой Азербайджана. Сегодня Азербайджан будет ли настаивать на коридоре, я не знаю. В любом случае, я не думаю, что это принципиально для Азербайджана. Для Азербайджана важна коммуникация с Нахчеваемом. Это будет коридор, это будет дорога, это покажет время. И открытие коммуникации заинтересована Россия и Турция. Я считаю, что у России единственный безопасный, сухопутный путь с Турцией, это только через Зенгизурскую дорогу, через Грузию. У него трудно, вы знаете, какие отношения между Грузией и Россией. То есть, получается, между Турцией и Россией, а Турция сегодня является очень архиважным государством для России. Поэтому Россия заинтересована в открытии коммуникации. Россия поддерживает инициативу Азербайджана, позиции Азербайджана. И я не вижу препятствий со стороны России. Я всегда говорю, что миротворцы из 15-й отдельной мотострелковой бригады не приехали, чтобы остаться. Приехали, чтобы уехать. И уедут. Я всегда об этом говорил. Как видите, это также в результате удачной внешней, внутренней политики Азербайджана. И скоро территорию, значит, покинут миротворцы. То есть, вот теперь проблема между, насчет коридора, насчет дороги между Арменией и Россией. То, что Армения не хочет, чтобы его министр иностранных дел участвовал на встрече трехсторонних, это демарш. Это, знаете, это говорит о том, что Армения не хочет, чтобы российские пограничники контролировали эту дорогу. Вот то, что все эти демарши вокруг этой дороги, они не заинтересованы в этом, потому что Европа в этом не заинтересована. Сегодня армянская политика исходит из интересов Европы. Понятно. У нас остается очень мало времени, буквально несколько минут. Я хотел просто еще один вопрос уместить. Дело в том, что, ну, мы все читали, так или иначе, издание «Политика» сообщило, что на днях, точнее, до того, как мы провели вот это локальные антитеррористические мероприятия, в Стамбуле состоялась встреча представителей дипломатов из России, Европейского Союза и США. И они обсуждали вот это, что может быть в этом регионе. Дело в том, что заместители главы МИД России этот вопрос задали. Он сказал, что, ну, журналист задает вопрос, что получает, что Европа в Союзе, США и Россия все-таки могут вместе работать по этой теме. Вот что он говорит. Он говорит, могут, но при том, что понимание, что Европа в Союзе и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России. Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США. Джек Мэм, вам эта вот такая встреча в таком формате ничего не напоминает какую-то такую Минскую группу и так далее? Оно нам надо вообще? Ну, я думаю, что здесь с Минской группой, наверное, мы уже покончили. Ну, вот я поэтому и спрашиваю. Вот. И, наверное, собрались эти дипломаты, чтобы обсудить пост, скажем, такой военный период, что будет в этом регионе после того, как нет больше, скажем, вот этого радикального армянского присутствия в Карабахе. Да? И это в какой-то мере открывает сейчас руки и для Армении, и для того же Пашиняна, чтобы подписать мирный договор. Над ним нету сейчас вот этого давления, нету этого балласта. И в этом смысле появилась уже новая, скажем, ситуация на Кавказе. И в этом смысле, я думаю, вполне возможно, что Европейский Союз, Россия и Америка могут содействовать этому региональному сотрудничеству. А нам она надо, чтобы они так, в таком формате... Мы сотрудничаем со всеми, кто может принести пользу, допустим, да, скажем, условно говоря, вот эта дорога Мегринская, Зенгизурская дорога, коридор, он выгоден России в том плане, что... Ну и, во-первых, сразу через Россию, через Азербайджан попадает в Иран, скажем, раз. Россия через Азербайджан, если эта дорога выстраивается, она попадает в Турцию, и из Турции как бы и дальше в Грецию там и так далее. И даже попадает в Армению через эту дорогу. То есть Россия сразу получает доступ к трем странам, и вот то, что Анормалин сказал о том, что Россия хочет устанавливать вот эти дороги, коммуникации, коридоры, логистическая работа, транспорт там и так далее, и так далее. То есть Россия в этом плане выигрыши, точно так же выигрыши Турции. Здесь больше против этого выступает, конечно же, Иран. У нас 30 секунд. Иран считает, что, так сказать, этой дороги не должно быть, если какая-то дорога в Турцию есть, она должна идти через Иран между Азербайджаном и Нахчеванью, да, скажем так. Поэтому в данном случае, я думаю, ничего страшного нету. То, что они как бы собрались и какие-то вопросы, связанные с региональным сотрудничеством, если там есть это конструктивизм, о том, чтобы эти три страны на Кавказе сотрудничали, то я думаю, в этом ничего страшного нету. Единственное, там смущает тот момент, что для Запада Россия как-то, они воспринимают как некое зло, когда говорится о Украине, что нерукопожатное. А вот как-то что-то о нас обсудить, они, оказывается, в Стамбуле могут встретиться. Но посмотрим, посмотрим, как будет развиваться события. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие и напоминаю нашим за этим. Все это время в студии наши вопросы отвечал политолог, бывший временный павиль на делах Азербайджана в США, Джейхум Молазад. Джейхум Молазад. Джейхум Молазад, большое спасибо. Спасибо. Кроме того, с нами был профессор университета Анкарат из Турции, Тогрул Исмаил. Тогрул Мелем, вам тоже большое спасибо. И из России с нами общался политолог, доцент кафедры массовой коммуникации Руден Анар Гасим. Анар, вам тоже большое спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я и ведущий Станар Зайв. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин